Ну, начну с того, что химия есть химия. Это может быть и окружающая среда, и кислород, который мы дышим. Ну, и химия интересна тем, что она связана со многими другими науками. Химия у нас везде. Где бы ни было, везде мы встречаем химию. Это и пища, это вода, это лекарства, это косметика. Дело в том, что еще начиная с первого курса наукой занимался тем, что сперва в лаборатории энергетической химии, потом узнал, что есть такая лаборатория биологически активных веществ, которая сейчас, в данное время, является заведующим. Наука мне привел мои научные руководители. Это доктор-наук, профессор Андрейчиков и доцент Педемский. Я до этого заканчивал саханское медицинское. Потом узнал, что есть химией, которой люди занимаются химией, один настоящий химик, который особенно лекарственными препаратами. Вот я решил приехать в Перм. Ну, мои исследования связаны с лекарственными препаратами, но я не сказал бы, лекарства возьмем как бы кавычки. Это вещества, которые химики, органики получают, синтезируют, и они не для того, чтобы проверить на ту или другую активность. Вот так проверяем в лаборатории все вещества, которые синтезируют наши химики, на аналгетическое, на противооспалительный, гипоксичную активность. Первым делом я определяю его токсичность вещества — ядовите вещество или не едовите вещество. После чего проверяем на той и активность. Методик очень много, хотя бы если взять только одну методику, например, энергетическая активность, если у нас, например, так называемая горячая пластика, она показала активность, например, проверяем, что на других методиках действительно она показала активность, то есть уксусный корч и так далее, и так далее. Если химики нам выдают лекарственные вещества в таком виде, то есть вновь синтезируемое вещество, химик, органик теоретически думает, что данное вещество должно обладать той или иной активностью. Отдают в лабораторию в дальнейшем, это уже работа наша, проверяем каждое вещество, особенно на мелких животных, в зависимости от какой активности они обладают. Но если я химию хочу посмотреть на аналгетическую активность, то это безбаливающие действия, смотрим на безбаливающие. Если это противовоспалительные действия, смотрим на противовоспалительные действия. И в конце, где мы говорим, что то или другое вещество, которое он нам отдал, является потенциальным, ну тоже пока как в кавычках, лекарственным препаратом. До дальнейшего его проводим в сеть доклинических испытаний. Но исследовательские планеты зависит от того, что мы новое найдем. Если найдем вещество, которое обладает той или иной активностью, продолжать так, чтобы когда-нибудь появилось новое лекарство, которое было сказано, что это сделано в Пермском университете. Наука, конечно, это, но я бы сказал, такая сложная вещь, что у каждого это слово ассоциируется со своим множественными понятиями. Ну и что бы я предлагал студентам, когда хотели бы заниматься наукой? Наука интересна тем, что это то же самое, если студент написал диплом на работу и выходит, но это та же сам диплом на работу, но более глубокая. Хотел бы сказать студентам, что они занимались наукой не то, что там после окончания этого вуза, начиная там со 2-го, 3-го курса. Да, это много времени занимает, но на теме интереснее.